Дом номер 11 в микрорайоне агробиостанцев Чашникова место называют изолятором. В до военное время здесь находилась свет лечебница, в войну был госпиталь, а потом многоквартирный жилой дом. Анатолий Янюшкин рассказывает, раньше дом находился в собственности МГУ имени Ломоносова. Люди, а это почти все население поселка, которые всю жизнь там проработали, теперь вынуждены жить в условиях, которые комфортными не назовешь. В доме 10 квартир. Недавно случилась беда, одна на всех, сломался газовый котел. Чтобы не замерзнуть, люди в век передовых технологий прибегают к элементарным способам выживания. Один кирпич, чтобы у меня от него было тепло, расходилось, только не газом, я дышал. Перед тем, как спать, поставлю 4 кирпича, включаю конфорки, затем выключаю. Все тепло от кирпичей у меня отапливает в мое помещение. Обогреватель, говорит Анатолий Степанович, для него удовольствие дорогое, да и проводка может не выдержать. Если сейчас не запустим котел, не запустим котел, все люди подсядут на электричество. Все врубят себе электричество. Это будет пожар. Сто процентный пожар будет. Решить эту проблему самостоятельно жильцам не удается. Старый котел ремонту не подлежит. Новый стоит больше 50 тысяч. Для проживающих здесь пенсионеров сумма неподъемная. Дом находится без управления, и люди обратились за помощью в администрацию округа. Решение принято следующим образом. До конца недели специализированная организация газовая служба проводит закупку котла. До конца недели также монтаж этого оборудования. И на следующей неделе мы уже приезжаем с проверкой к жителям, я надеюсь, в теплые квартиры. С 1 октября по поручению главы городского округа 11-й дом в микрорайоне агробиостанция переходит в управление МУП и КЖКХ.